Вечерний перехват на Радио Крым. Про то, о чем все говорят, спорят и размышляют. Серьезно о серьезном. 12+. Среда, 4 марта. 17 часов 4 минуты. Марина Павлова и Владимир Андронаки. Вчера прошел Всемирный день дикой природы, учрежденный ради просвещения человечества. Но вот вопрос, что нам, обывателям, надо знать о флоре и фауне? Об этом поговорим с Сергеем Петровичем Ивановым, доктором биологических наук, профессором кафедры зоологии и экологии Таврической академии Крымского федерального университета. Добрый вечер. А если нашим радиослушателям не безразлична тема защиты дикой природы, то просим, конечно же, принять участие в нашей беседе и позвонить по номеру телефона. Плюс 7978-400-264. Пишите в Вайбер. Плюс 7978-701-7905. Как вы относитесь к Всемирному дню дикой природы, Сергей Петрович? Это мой профессиональный праздник. Именно так ставят. Это профессиональный праздник. Конечно. Потому что я думаю, что для меня лично, раз вы меня спрашиваете, мое мнение. Я считаю, это частью своей профессиональной работы, частью своей задач, которую я решаю как преподаватель. То есть просвещение. Конечно. И думаю, что люди, которые занимаются просвещением, биологи вообще, и преподаватели прежде всего, для них это должна быть очень важной задачей. Вот смотрите, да, Сергей Петрович, вот у нас сейчас такая дилемма с вами. У нас два пути. Либо первый путь, как прекрасен этот мир, говорить о прекрасной природе, о фауне. И либо второй путь, ужас, что творится, надо спасать, и так далее, и Грета Тунберг, наша благодетельница. Вот по какому мы пути пойдем с вами? Истина, как всегда, посередине. А, вот как. Но, вот я вам скажу так, что острота проблемы этой, сохранение природы, собственно, дикой природы, вот она и ставит для меня эту задачу, как главную в моем преподавательской работе. Почему? Потому что вот мы живем в такой переломный период. Сейчас меняется концепция взаимоотношений человека и природы. меняется, должно измениться, по крайней мере, сознание людей. Вот это экологическое воспитание, о котором постоянно говорится, это именно направлено на то, чтобы изменить сознание. Это очень трудно. Ну а как его изменить-то, это сознание? Говорят, что воспитать вообще человека невозможно. Надо просто своим примером, вот с детского возраста, показывать, что хорошо, а что плохо. А воспитывать это беспокоит. Мы ценим то, что нам дорого. Вы понимаете, Сергей Петрович? Мы это ценим. А мы не ценим то, что нам недорого, то, что мы не понимаем, как ценить. Вот вы, когда... Мы же в городах, а дикая природа, она где-то там, понимаете? О чём не речь? Где-то в горах, в лесах. Она далеко от нас. Мы знаем, что она есть. Вы часто выходите на природу? Это тоже правда. Вы туда выходите? Да. Я по своей работе часто бываю в природе. По работе. Это мои объекты изучения. Я даже не знаю, как вас спросить, вот вы действительно, вы, поскольку биолог, вот вы выходите на природу, для вас не существует эмоций. Вы смотрите глазом учёного, или вы чему-то радуетесь, когда вы наблюдаете что-то, или вы глазом учёного сразу начинаете оценивать. А раз вы одно другому мешает, скажите, пожалуйста, Сергей Петрович. Вот я соглашусь с Мариной. Я счастливый человек, не у всех это совпадает, у меня совпало. Объект моего изучения, работа моя, собственно, я восхищаюсь красотами природы. Увидел объекты, порадовался. Красота природы, это вообще неприходящая ценность. Скажите, что вас радует? Когда вы, вот что вы наблюдаете? Что она ещё жива, это дикая природа. Что трогает вашу душу? Вот я не буду говорить конкретно об объектах моего исследования в природе, это дикие пчёлы, а скажу так, что сама обстановка природы, вот окружение, живая природа, то, что мы называем живой природой, это растения, разнообразие этих растений, животные, которых мы в большей или меньшей степени видим, каких-то много, каких-то мало. Каждый из этих объектов, всё это вместе сливается в картину, которая не случайно вдохновляла и художников, и писателей, и композиторов. Вот без этого человек, по-моему, не может найти вообще душевную гармонию. Вот душевная гармония, казалось бы, это внутреннее дело человека, как говорится, так вот. Вот, при чём здесь это? А на самом деле это не так, потому что что нас окружает, вот так мы и формируемся. Мы зеркало, это окружение. Как бы нам не хотелось считать, что мы такие самостоятельные. Вы склоняетесь в траву, вы смотрите, как там ползают эти, я не знаю, мошки какие-то, эти муравьи и так далее. Вас это интересует? Конечно. Конечно. Вот лучше всех сказал об этом поэт Тютчев. Ну-ка. Он сказал, не то, что мните вы природу, не слепок, не бездушный лик, в ней есть душа, в ней есть свобода, в ней есть любовь, в ней есть язык. Вот, когда я прочитал эти слова, я задумался и согласился с каждым словом. Особенно язык. Вот, понимаете, природа разговаривает с нами языком, своим языком, и мы должны его, вот я больше, ну, смогу сказать, что я понимаю этот язык. Это да, но это, вы знаете, такой романтический подход, безусловно, да, наша душа, и она либо затрагивается, либо нет, да, вот этим отзвуком природы. Но если говорить о воспитании экологического сознания с детства, то как воспитывают детей? Куда их в первую очередь ведут? Их ведут в зоопарке. Да. Правильно? Да, это тюрьмы для животных. Вот там они смотрят на этот окружающий мир. Понимаете? Концлагеря. Они возьмут там траву, покормят этого животного бубликом каким-нибудь. Все, мы свой долг перед природой выполнили. Мы ее посетили. Может быть, не всегда так пафосно говорят, но просто радуются, что вот показали детям животных. Ну да. А показали-то в этой тюрьме-то. Льва-то он нигде не уходит? Хоть льва, хоть обезьянку, да, хоть еще чего-то. Вот над этим мы и работаем. Это просвещение? Скажите, пожалуйста. Вот сейчас же общая тенденция. Это расширение кругозора? Блин, сейчас же тенденция общая идет, в мире такая. Более от клеток отказались в Европе давно. И мы постепенно начинаем отказываться. То есть в этом отношении можно быть спокойным, что когда-нибудь... Вот у нас парк, сафари, там, не знаю, хорошо это. А вот в Симферополе зоу уголом. Вы там были? Нет, к сожалению, не был, но... Там те же клетки, чтобы вы знали, да. Для львов не клетки, а для остальных всех клетки. Или вы тоже? Да и в маленьких зоу уголках, городских тоже клетки. А вон, да, вот у нас. В Симферополе, к примеру. Согласен. Вот поэтому я и с таким, как говорится, ну что ли, с желанием большим, хотел бы поговорить на эту тему об охране дикой природы. Вот не случайно это Всемирный день дикой природы. Вот в нашем представлении дикая природа – это что-то, ну, равносильно по аналогии дикий человек. Вот как мы можем к дикому человеку относиться? Да, мы культурные, а природа дикая. А природа дикая. Надо оккультурить. А вот на самом деле это не так. Вот я изучаю, всё знаю, могу ответственно заявить, что в природе порядка больше, чем в обществе. Потому что она по законам живёт своим. Да, совершенно верно. Вот эти, казалось бы, ну, ни о чём не думающие растения, животные, они живут, соблюдая правила, неукоснительно. Наказываются за это очень строго. Но все счастливы почему? Потому что они соблюдают правила. Как сказал Цесерон, хотите быть счастливыми – соблюдайте правила. Станьте рабом закона. Вот так примерно в природе происходит. Мы же в своей жизни тоже живём по правилам. И это обеспечивает нам гармонию душевную. В какой-то мере, конечно, безусловно. Эти правила тоже, мы их называем законы нравственности. То есть, что хорошо, а что плохо. Они ведь тоже формировались на протяжении многих и многих лет. Конечно. Сейчас мы пришли вот к тому, что мы имеем уже и движемся в том же... А природа как? Вот для меня было в своё время удивлением узнать о том... Да, собственно, я до этого, можно сказать, додумался потихоньку. В природе эти законы сформулированы в самом общем виде – комонеро. И эти законы формулируются очень просто. И, оказывается, они совпадают с нашими законами. Сергей Петрович, сейчас продолжите. Вам звонят. Вам нужно одеть наушники, чтобы услышать звонок. Алло, добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Я хочу сказать, что здесь сказали, как детям показывает зоопарк. Я детям зоопарк не показывала и не показываю. Потому что это концлагерь. Это посадили животных в тюрьму. А чтобы дети любили природу и животных, надо, чтобы дети садили цветы. Надо, чтобы в доме были кошки, собаки. Надо, чтобы дети, даже вот этих бегает, которые собаки по улице, не камнями кидали, а хлебом кормили собак. Тогда все дети будут любить и ценить природу. А если они посмотрят в клетки, а тут мама кричит, не трогай кошку, не корми собаку. Она грязная. И подопачкаешься. Вот тогда он не будет любить природу. Никакой ученый. Спасибо большое. Спасибо за ваше мнение. Сергей Петрович, сейчас у нас небольшая реклама, а потом вы ответите. Вечерний перехват. Серьезно о серьезном. А пожалуйста, вот Сергей Петрович, прокомментируйте мнение. Что вы скажете по поводу мнения нашей слушательницы? Ну, во-первых, я скажу, что полностью согласен. По поводу зоопарков точно? Конечно, по поводу зоопарков. И в отношении домашних животных в целом, конечно, я согласен. Потому что ребенок, вот не случайно, они всегда проявляют интерес. Ну, редко это какой ребенок вообще. Если ребенок издевается над животным, из него точно вырастет маньяк. Это уже установлено статистикой. Поэтому воспитывать нужно в данном случае тоже. Любовь у нас. Ребенке не случайно есть такое понятие детская жестокость. Ребенок не рождается ни добрым, ни плохим. Он воспитывается. Поэтому надо очень внимательно следить за первыми годами жизни ребенка, когда у него формируются отношения к внешнему миру. И в этом внешнем мире есть живые существа. Вот к ним надо воспитывать любовь. А дома это не та же клетка, в которой живут животные? Нет, конечно. Это домашние животные. Они другого не знают, не видели. Или попробуйте вы ей сказать свободно, что она видится и умрет. Я не имею в виду квартиру, я имею в виду будку, цепочку, цепь. Ну вот это уже дело, так сказать, нравственности. Форма содержания, конечно, должна быть гуманной. Отношение с животным должно быть гуманным. Да, совершенно верно. И тогда она отвечает нам любовью. Такой, которой мы даже иногда удивляемся. Собака пять лет дежурит в аэродроме, сидит, приходит на поле. И ждет своего хозяина. Это кто ж такой человек, понимаете? Такое постоянство. Да, да. Это вот природа учит. Это о чем я пытался говорить до этого. Природа – это учитель. Такая вот преданность. Она учит нас всему. Там в природе есть все, вплоть до рабовладельческого строя. Владимир Петрович, муравьи находятся на уровне развития рабовладельческих строя. Вы имеете в виду тлей? Нет, нет. Нет, это у них дойная кровь. Это дойная кровь. Это хозяйство. А у строя есть такие. Есть такие. Муравьи рабовладельцы. И вот они буквально вот копируют отношения людей. А пчелы? Скорее, люди копируют. А пчелы нет. А пчелы нет. Человек не достигли еще этого высокого рабовладельческого строя. Да. Они общинной живут. Общинным строем живут. А самые высокие строи, максимально высокие у кого? Организованные. Есть ли в природе, ну, человека мы не берем. Нет, не берем. Ну, тогда я бы все-таки вернулся к насекомым. Как ни странно. Как ни странно. Общественный образ жизни ведут муравьи, пчелы и некоторые осы. Кстати, и пчелы не все. Термиты. Абсолютно все. А среди теплокровных животных, ну, вот человек достиг общественно. Все остальные общественные отношения у животных, они на пути к обществу человеческому. На пути к насекомым. Нет. И, тем не менее, у них тоже на их уровне вполне достаточно развитый вот эти вот коллективизм тот самый. Да, муравей умирает, пчела умирает буквально, спасая свою семью. Ведь каждый рой пчелины – это семья. Ну, так же и у теплокровных. Не всегда. Ну, а кое-кто самцов поедает. У человека тоже не всегда, если вы знаете. Не с такой беззаветностью. Понимаете, вот животные… Как насекомые выходить. Слушайте, ну, насекомые… Вот тут в чем проблема. Насекомые не делают это осознанно. Да, пожалуй. А мы делаем осознанно. Совершенно верно. Вот это нам, наверное, и мешает. Соблюдать абсолютное соблюдение закона. Вот что нам мешает. Вот разума, почему нельзя. Да, и начинается. Особенно ученые этим грешат. Вот чем умнее человек, больше сомнений. Так же говорят. Ну, знаешь… Тем больше экспериментов у него. Да, большие знания, большие печали. Большие печали, да. Вот. Ну, вернемся. Вот мне все-таки хочется до конца довести мысль о том, что нравственные наши законы, и законы, по которым живет природа, они просто один к одному совпадают. И проблема только в том, что мы в отношении себя худобездной их соблюдаем, но не переносим это на природу. Мы с природой взаимодействуем так, как по Дарвину, можно сказать. То есть мы не оглядываемся на то, что наши отходы, куда нам ее девать. Мичуринский лозунг, как звучал, «Не будем ждать милости от природы». Мичуринский, да. Да, Мичурин. Взять их – наша задача. Вот когда я говорил о переломном этапе нашего развития общества в этом отношении, в отношении к природе, я как раз имел именно это. Мичуринская биология, лозунги, один из которых вы только что озвучили, вот это так глубоко сидит у человека. И это ему нравится. Это как же, я же победитель природы, я должен ее покорить. Венец. Теперь, да, венец творения. Вот теперь это стало совершенно очевидно просто на практике, что природу улучшить нельзя. Можно, конечно, в своем огороде или на полисе сельскохозяйственной вырастить арбузы в два раза больше, в три, в четыре, в десять раз, чем они в Африке там, откуда они родом. Можно сделать, увеличить дойность коров. Ну, мы знаем эти успехи сельского хозяйства. Но в целом природу, вот природу как биосферу, улучшить нельзя миллионы лет, она оттачивала. Так сказать, эволюционный процесс создавал виды, которые в сообществе обеспечивают самую высокую эффективность. Чего? Выработки кислорода, например. То, что сейчас проблема. Ну, опять же, это делается неосознанно. Нет, это вот... Это как продукт. Безусловно. Вот в этом-то и как бы такая, ну что ли, вот мудрость безусловная тоже природы. Ее не нужно там сильно расшифровать. Если там закон есть такой, он миллионы лет складывался, значит, вот и мы должны его соблюдать. Мы к этому примерно пришли сами. Абсолютная гармония видов животных, растений, биоциноз. Это абсолютно верно. Абсолютный вот такой. И когда мы вытаскиваем кирпичик, вот тут и начинается уже разъедание вот на этом участке. А кирпичик – это вид животного, вид растения и так далее. Но вмешивание вы имеете в виду? Вмешательство, да. В этот процесс. Но ведь мы вмешиваемся не только с оттенком минус, со знаком минус, но и со знаком плюс. Например? Ну, например, там подкармливаем этих диких животных. Если бы мы их не трогали, вы знаете, да. Им бы хорошо жилось без ножов. Мы пытаемся каким-то образом же компенсировать недостатки. Ну, хороший пример. Вот сейчас, допустим, зима не такая суровая. А если бы была так посуровее, вот как бы сама душа просит там синичек покормить. Вот они бедные иногда просто... Да тех же кабанов, я не знаю. Кого там соли? Это интересный пример. А что вы в этом видите плохого? Вот вынужден сказать. С точки зрения биосферы, с точки зрения науки, экологии, как таковое. Если мы кормим какое-то животное, мы даем преференции ему по отношению ко всем другим. Ну, хорошо, если катастрофа, мы спасаем там вот разлив нефти или еще что-то, тем более, если мы сами виноваты. Да. Но нельзя создавать преференции одному виду, ущерб другим. Вот же. А если это подкормка на несколько видов рассчитана? Та же соль какая-нибудь там разложенная? Нет, не может быть. В лесах. Ну, давайте... Для косуль, для кабанов. Давайте насчет синичек. Хорошо, мы будем кормить косуль. Хорошо, этих косуль станет очень много, и они съедят лес. Вот у нас Крымский заповедник уже пережил эту эпоху, когда там было тысячи оленей, несколько тысяч, так? Ну, заповедно-охотничье хозяйство это называлось. Вот. И лес превратился, ну, в такой парк, где нижние ветки были как будто подстрижены на уровне морды. Это что такое? Хорошо, вот вчера... Лес перестал возобновляться. Хорошо, что деревья живут много лет, там, сотни лет иногда, ну, в данном случае 50-100 лет, и это на протяжении десятилетий, как бы так ни сказалось на самом лесе. Это вы только одну грань взяли, а вообще избыточная перенаселенность ведет их к болезням, массовым морам и так далее. Вчера Министерство экологии и природных ресурсов Крыма рассказывал, ну, понятно, да, сам непосредственно Всемирный день дикой природы, рассказывал о том, что существует мясная подкормка черных грифов и белоголовых сипов на отведенных специальных площадках на территории Алушты и Симферопольского района. Для чего? Ну, потому что под угрозой исчезновения на указанных территориях Горного Крыма, и, соответственно, вот такая реакция от официальных структур. Хороший вопрос. Но в данном случае, вот, нужно подходить к каждому явлению не с общей меркой, а оценивая в данном случае конкретную ситуацию. В данном случае речь идет о птицах-падальщиках. Они действительно, их очень мало, они находятся у нас на краю своего ареала общего, так, вот. И неблагоприятные условия связаны с чем? Ну, заповедники у нас маленькие, понимаете, им корма просто не хватает. Они раньше, например, жили в Горном Крыму, а летали по всему Крыму, и там, где забивали скот, даже не просто, потому что, в общем-то, сельское хозяйство уже в Крыму давно процветает, можно так сказать. Вот, и они этим питались. Сейчас этого уже нет. У нас из отходов делают колбасу, извините. Нет, так, опять же, человек создал такие условия, при которых эти птицы не могут выжить. Конечно. И они, безусловно, нуждаются в поддержке. Тем более, скажу, что мы же сами создали эти ситуации. Конечно. Мы их уж давно создали. Кроме того, что это птицы-падальщики, ну, своеобразное питание. То есть мы подкармливаем их тоже, так сказать, отбросами, которые, собственно, в общей экосистеме, они там вот не создастся никакого-то преимущества другим видам. Это с одной стороны. А с другой стороны, надо учитывать, что грифы и сипы, у нас два вида хищных птиц, они очень медленно размножаются. У них проблемы с этим. У них вот одно яйцо, два, это уже большое. Не каждый год. Это такая вот урожаемая вида. Он сам воспроизводит даже в нормальных условиях. Они же в Красной книге. Да. Именно поэтому они занесены в Красную книгу Крыма и России. Так что в некоторых случаях вмешательство допустим. Ну, конечно, да. И надо, да, когда угрожает вымирание. Взвесив все за и против, я бы так сказал. Какие виды у нас прям вот совсем на грани? Вот прям из года в год ситуация вот просто катастрофическая. Хочется, прежде всего, закончить мысль в отношении подкорма синичек. Вот понимаете, я тоже об этом думал и студентам, говорю так вот с точки зрения экологии. А потом потихоньку говорю. Ну, не потихоньку, а как бы в конце лекции. Но есть еще один момент такой. Вот когда мы кормим синичек, опять же дети это видят. Вот мы воспитываем детей у них. Милосердие. Прошу за такое, извините за поповское слово. Но это очень важно на самом деле. Это замечательное слово. Понимаете, спасает. Конечно, это не изменит ситуацию в природе подкормка синичек. Правда же? Он не такой же массовый характер будет иметь. Конечно. Воробьи не пострадают. Но воспитает. Но воспитает, товарищ Ребеночек. Конечно. Да, безусловно. А для детей это урок. Вот видите как. Вот каждое явление подходить надо. Ну что, без милосердия никак нам не обойтись. Особенно по отношению к природе, Владимир Петрович. Да. Вот же тоже тема интересная, понимаете. Казалось бы, ну, животные и животные. И бог с ними, как говорится, так сказать. Они себе между собой позволяют все что угодно. И мы по отношению к ним. То есть они там дикие, как говорится, в диком состоянии живут. И едят друг друга. Понимаете? Это не так. Но это же нам кажется, что они позволяют в отношении друг к другу все что угодно. Нет, нет. А они живут так, как вы сказали, по законам. Да, да, да. Лишнего не забьют. Да, да. Это вот законы Камонера очень интересные. Они сформулированы так, понимаете. Сформулированы так, интересно. Все надо куда-то девать, например. Это закон, который обеспечивает природе чистоту среды. То есть нет отходов. Мы их не видим. А вот они есть в природе. Отходы, безусловно. Нет такого вида, который не оставлял после себя каких-то отходов. Куда они деваются? Они исчезают? Конечно. Они исчезают. Они не исчезают. Они съедаются. Ну, безусловно, перерабатываются. То есть есть виды, специализирующиеся именно на этой вот функции. Ну, да, функции. Спасибо за подсказку. Вплоть до жука. Вплоть до навозного жука. Так, египтяне его, между прочим, считали священным. О, как. Скоробей. Скоробей до навозной жука есть. Он навозный жук, да. Настоящий навозный жук. Они считали, что он посланец богов. Их было просто много. Ну, на самом деле, там такая история. Нет-нет, там такая история. Он им указывал, где в этом году сеет рис, а где не сеет. Это обословлено? Нила каждый год, они разное расстояние разливался. Нила нужно было посеять рис в том полосе этого разлива, который не слишком глубоко и не сухо. Да. И вот жуки указывали. Они никогда не катали свои шары там, где будет вода. Почему? Потому что личинки погибнут. Откуда они знали? Откуда? Вот вопрос. Это вопрос, да. Но египтяне это заметили. И считали, что вот... Не может же жук почувствовать? Будет разлив Нила и Нила? У жука для этого было несколько миллионов лет, чтобы научиться этому. Да, да, да. Вот этот самый отбор. Несколько миллионов. А человечеству всего-то ничего. Он просто детеныш по сравнению с жуком. Выживали те жуки, у которых была интуиция. Ну да, потомство их выживало. И они чувствовали все эти детали. Нам бы научиться. Поскорей бы. Чувствовали шум оттаяния льдов на Килиманджаро. Например. Да. Допустим. Если вода не пришла, а вода уже тает. А вы сказали, что рис, да? Рис? Да, рис это именно рис. Нет, нет, рис. Именно рис. Да, египтяне выращивали. Пшеницу они тоже выращивали. Но рис, это вот рисосеяние. У них было, ну, это же известные, ну, как сказать, не знаю, картины эти на выбитые в паровонах, в пирамидах. Речь идет о рисе. Хорошо. У нас сейчас новости, Сергей Петрович. А потом продолжим. Вечерний перехват. Серьезно о серьезном. Это вы уже говорите в эфире прямо, Сергей Петрович? Про красную книгу говорим однако. Нет, секундочку, но давайте я скажу время, что у нас 17 часов 32 минуты, вот, и мы говорим по случаю Всемирного дня дикой природы, который прошел вчера, а по сути, ну, как, по отношению к дикой природе, это не важно, что в этот день надо, надо каждый день говорить о дикой природе, каждый день говорить о нашем отношении. Но, тем не менее, день был отмечен на всемирном уровне, и, собственно говоря, это и послужило поводом для нашей беседы с Сергеем Петровичем Ивановым, доктором биологических наук. Профессором кафедры зоологии и экологии Таврической академии Крымского федерального университета. И номер телефона плюс 7978-00-264. Звоните нашему гостю. Есть ли смысл Сергея Петровича в Красной книге, в том, что она была создана, как-то, насколько она влияет на спасение тех животных, которые внесены, и растений, разумеется? Речь идет, как я понимаю, теперь пойдет в дальнейшем, о том, как сохранить дикую природу. Вот насколько она важна для нас, вот это было предметом нашего обсуждения. Теперь мы переходим к теме сохранения. Прежде чем перейти к теме сохранения, скажите, а мы много потеряли? Вот, вот, вот я с этого и хотел начать. Пожалуйста, давай, вот давайте. Сохранять и что происходит. А происходят ужасные вещи. Значит, иногда, так сказать, да, вот прежде всего процесс исчезновения видов. Вот в последнее время тенденция такая охраны природы, она, так сказать, оформилась в виде такого движения сохранения биоразнообразия. То есть мы не просто сохраняем природу, но сохраняем биоразнообразие. Это такая, тренд такой, который подчеркивает, что важны все виды. Нужно сохранить каждый из видов, обитающих в природе, для того, чтобы сохранить экосистему. Экосистема так, по законам кибернетики, это кибернетический закон, Эшби, чем разнообразнее система, чем она устойчивее. А природа, это биосфера, это самоуправляющаяся система. Не просто управляемая, но самоуправляемая. То есть тут особенно важна вот этот элемент многообразия видов. Потому что именно они за счет многообразия обеспечивают вот эту устойчивость, экологическое равновесие. То есть сохраняют постоянными факторами среды. Равновесие потеряно у нас или нет? Равновесие – это физических факторов у нас. Потеряно ли это равновесие? Да, мы теряем. Мы теряем его. Глобальное потепление – это о чем? Это именно об этом. Слушайте, нет, а вот насчет глобального потепления, извините, это цикличность природы. И мы на потепление никак не влияем. Это антропогенная деятельность. Я бы могу дипломатически сказать, что есть и такая точка зрения. Спасибо. Владимир Петрович. Но сколько вы дипломатичность? Нет, так я как раз от этого хочу уйти в данном случае. Ну, хорошо. Почему? Это же уже стало предметом общего обсуждения. Дело в том, что эти оледенения, похолодания и потепления действительно были. Это циклический процесс. Но обратите внимание, в каком периоде это происходит. За какое время понижается температура на 1, 2, 3 градуса. Да, максимум 10, максимум 12 градусов. Ну, предположительно тоже. Тем не менее, это то, что было всё-таки. Так? Это миллионы лет. А мы имеем сейчас процесс этого потепления, который протекает уже очень быстро. То есть всё-таки мы... Хорошо, Сергей Петрович, но не из-за потепления гибнут. В первую очередь погибли из-за того, что человек просто уничтожил. Ну да, вот это мы немножко, извините, действительно перескочили. Не только климат. Да, да, да. И нужно говорить сейчас о... Самая большая проблема, безусловно, это исчезновение видов. То есть гибель, исчезновение видов. Так что же у нас в Крыму происходит? Ну, в нашем Крыму так же, как во всём мире. Может быть, в меньшей степени это выражено, потому что сейчас тысячи видов в год, тысячи, тысячи, вот буквально тысячи видов животных исчезают. Многие из них, которые вообще не изучены. Так может быть, тысячи и появляются? Марина, где это происходит? В тропиках. В тропиках. То есть там, где самое высокое разнообразие, там... За счёт чего? Почему? Рубим лес. А тропический лес имеет такое, ну, печальное для себя свойство. Он не восстанавливается. Если мы лес срубили в средней полосе, даже в Крыму пожары иногда бывают такие. Восстановили. Страшно посмотреть сосны. Через пять лет приходишь, всё зеленые сосенки молодые уже растут, даже если их не садить. В тропическом лесу это невозможно. Почему? Оказывается, в тропическом лесу, где каждый день идёт дождь. Так? Нет почвы в том понимании, как у нас. Там есть глина и песок. Откуда берут минеральные вещества для развития растения? Извините, это раствор помёта. То есть, тропический лес – это гидропоника в чистом виде. То есть, вот эти огромные деревья, сорокаметровые, вот несколько слоёв там этих, ярусов – это всё на гидропонике. Если мы срубили, нет животных, значит, нет минеральных веществ. Как пойдёт этот лес в рост, то есть, семена прорастут и что? А питательных веществ-то нет. Вот поэтому эти территории, амазонки, Вадагаскара, превращаются просто в пустыню. Всё, со временем смывается и песок, и глина, вплоть до каменной материнской породы. Вот трагедия в чём. А до этого как? Миллионы лет опять же сформировалось. Это прослойка питательная, да? По краю, да. Формировалась эта система, вся система. Ну, хорошо, про сельву и про джунг. Да, а вот про Крым, пожалуйста. Каких животных уже мы никогда не увидим, наших крымских? Вот как раз «Красная книга» и позволяет вот такую печальную статистику. Тюлени монаха не увидим? Вот, да, да. Это один из, может быть, был бы таким символом, что ли, нашей природы. Конечно, у нас в Тюлени жили. Потому что это, во-первых, море. Жили ли у нас тюлени, спрашиваешь, Марина? Безусловно. Тюлень монаха, это наша фауна была. Это вообще черноморский элит. Более того, это было в 20 веке ещё. Извини, последнего тюленя убил революционный матрос на пляже Балаклавы. Когда познакомился с женщиной и решил показать, как он метко стремляет. Он был нетрезв. Ну, во всяком случае, печальный в любых обстоятельствах это трагедия. Почему? Потому что после этого вот уже не встречали. Да, встречали у берегов где-то там в Тарханкута, далеко от берега. Видимо, они ещё из Болгарии приходили по цикличность такая, ну, вслед за течением. Сейчас и в Болгарии уже нет. Вот же в чём дело. И последние сейчас вот надежды, что Тюрень-Монах ещё как вид не исчезнет, это Канарские острова, как мне удивительно. А привезти оттуда не на Канарские острова. Да, вот в Греции ещё подозрения есть на каких-то диких островах. Ну, сейчас опять мода пошла продавать эти острова богатеям. Естественно, что там они как-то не уживутся. Хотя, вот перспектива есть. Почему? Ну, потому что у нас на Апуке есть у нас такой заповедник, Апук. Это Керченский полуостров, Чёрное море. Вот там несколько лет, буквально лет 7-8, жил Тюлень в пещере подводной. Недавно? Недавно, это вот буквально 3 года назад его перестали наблюдать. Выяснилось, что это всё-таки не Тюлень-Монах, а сбежавший из дельфинария серый Тюлень, к сожалению. Но, тем не менее, он же жил там, значит, условия позволяли. Подпозволялись, значит, ему рыбы хватало. Да, вот-вот он питался. И рыбаки не очень на него обижались, ему даже интересно было. Так для рыбаков и коней видали Тюлень. Один он не мог никак им помешать, этот несчастный. Так, может быть, попытаться выводок тюленей адаптировать к нашим условиям? Вы знаете, Марина, у нас экологическая ниша тюленя, к сожалению, понимаете, совпадает с самыми нашими любимыми местами отдыха. Тот же Тарханкутский полуостров. Вот там, кстати, тоже много подводных пещер. Вот у него особенность такая. Он выращивает своих детей, выкармливает, кормит молоком. В пещере он туда заныривает, причём пещера с подводным входом. Представляете, как вот на безопасности он себя ведет. Но, тем не менее, не выжил. Потому что, кроме пещеры, ему нужна ещё и пляж нужен. И он такой диковатый. То есть, некоторые животные переносят близость человека, а некоторые нет. Вот в этом проблема. Так, ну вот мы, а кроме монаха? Ну, если говорить о том, что действительно исчезло в Крыму, то прежде всего нужно думать, видимо, большой потери считать, самой большой, невосполнимой потери. Невосполнимой. Это те виды, которые эндемики, которые жили только в Крыму. Есть такие виды. Да, есть. Есть? Да, мы можем, я вот энтомолог, могу привести пример из своей области знаний. Пожалуйста. Правда, это небольшой жучок. 10 миллиметров всего, так сказать, диаметры. Это такая чёрная божья коровка, условно говоря, для людей ещё было понятно. Он обитал, кстати, в окрестностях Симферополя. Вот эти дубки наши знаменитые, это дубравы бывшие. Высокоствольные дубы, настоящие были. Вот там он и жил. Причём жил, видимо, в дуплах. Тоже странно немножко это. Поэтому он был очень малочисленным. И вот сейчас сохранилось чуть больше 10 экземпляров коллекционных этого жука. И все наши попытки найти его в тех местах, ну дубки симферопольские, их вокруг Симферополя много, заканчиваются неудачей. Почему? Ну, видимо, потому что всё-таки дубки сейчас, это уже не те дубки, которые были раньше. То есть это порослевой лес. Там, собственно, и дубил нет. Потому что это относительно молодые, зболы, деревья. Так что надежда, конечно, умирает последней. Но вот, видимо, всё-таки 70 лет его не ловили. Значит, можно считать, что, как говорится, это вот один из таких потерь. А такие виды, которые, собственно, исчезают в Крыму, но они остаются ещё в России. Ну, таких видов из крупных. Можно, например, вспомнить Орлана Белохвоста, например. Его уже очень давно не видят. Ну, это связано, конечно, с тем, что его общая численность сокращается. Так дрофа, дрофы-то осталось всего ничего. Так, да, да. Вот мы ещё, как бы, так сказать, имеем возможность увидеть. Стрепет, ещё более редкая птица. Вот дрофа иногда гнездится на пшеничных полях. Стрепет нет. Ему нужна вот именно такая степная, ковыльная степь. Да, вот некоторые орнитологи утверждают, что они доказали гнездование нового вида для Крыма египетской цапли. Не слышали о таком? Ну, почему бы не согласиться? Это информация от орнитологов? Да. Ну, так почему не согласиться? Ну, то есть что-то всё-таки появляется, да, у нас? Вы понимаете, это такой процесс, который был всегда и будет, видимо, всегда тоже. Параллельно с шестизновением. Вот есть такие виды, которые не уживаются в своих, как говорится, рамках. Время от времени вот наступает у них такая, по Гумилёву, как этот процесс называется, так сказать, энергия повышенная. Пассионарность. Да, вот это переживают они такой период своей жизни. Горлица наша, которую мы видим на наших улицах, она появилась, ну, 15-20 лет назад. То есть её не было. Она египетская, кстати, тоже. Да? Вот что-то Египет нас, по-моему... Любит. Да, да. С такими видами. Немножечко прервёмся, Сергей Петрович. Вечерний перехват. Серьёзно о серьёзном. Что сказали, о чём мы говорим? Вот мы уже в эфире и говорим для слушателей, что мы всё сказали противления. Сергей Петрович, вот наши учёные крымские, со своей позиции, что они вообще предпринимают? Пишут научные статьи, анализируют ситуацию, проводят какие-то форумы, какие-то съезды. То есть вот больше как-то такой теоретической работой занимаются? Констатации фактов таких? Дают рекомендации. Или разрабатывают методики, как же всё-таки это можно улучшить, эту ситуацию? Вот опять учёные крайние. Нет, они не крайние. А кого нам ругать? Конечно, учёные. Ну, послушайте, у нас есть целое министерство экологии. Правда, почему-то оно называется ресурсом. Вот у нас как-то экология и природа обязательно связываются с ресурсами. Чтобы работой мало не казалось. Просто сама по себе природа, как абсолютная ценность, не воспринимается. А вот это как раз, вот это я и стараюсь студентам донести. У министерства спрашивают, вы как зарабатываете деньги? Вот тоже. И, кстати, это уже и на заповедники перешло, что удивительно. Государственные заповедники, которые должны выполнять функции от имени государства защищать природу. Им говорят, а вы там ещё немножко заработайте себе на штаны эти полевые и на куртки. Это что такое вообще? Это, конечно, я думаю, временная трудность. В каком виде это они зарабатывают тогда, скажите? Ну, конечно, на экскурсиях как они могут зарабатывать? Я уже думаю, конечно, дело доброкраняства не доходишь никак. А если это особо охраняемые природные территории? Значит, особо охраняемые там могут быть экскурсии или нет? Могут. А тогда в чём дело? Дело в общем дело. Вот, Владимир Петрович, тут надо, опять же, подходить, как говорится, дифференцированно. Заповедник выполняет несколько функций. Одна из них – это воспитание экологическое. Понимаете? Но первое – сохранение. Конечно, сохранение. Потому что, если мы не сохраним, так и воспитывать будет неначем. Ну, конечно, правильно. Вот неначем просто будет воспитывать. Но сохраняют, особо режим устанавливают. Вот это вот простая истина, что на первом месте уже не доходит. Как только наш Крымский природный заповедник преобразовали указом правительства, так, постановлением правительства в национальный парк, это вот осенью происходило. Что произошло? Сразу же взялись. А вы просто скажите, это понизили уровень охраны? Безусловно. Вот это нужно отдельно отметить, что, несмотря на то, что звучит красиво, национальный, Крымский национальный парк, казалось бы, правда? Ну, вы привыкли. И Устонский национальный парк, мы все на запад смотрим. Это понижение статуса. Почему? Охранного статуса. Потому что в этом национальном парке допускается хозяйственная деятельность, допускается рекреация в более таких широких масштабах. А все-таки почему? Зачем? В принципе, разумно все должно быть. То есть рекреация, да, хозяйственная деятельность, да, но у нас же вот эта разумность как раз и представляет собой большую проблему. Как только можно, значит, у нас это воспринимается как можно все. Вот же в чем проблема. И поэтому сейчас, да, и вот вы, кстати, это пример того, как ученые смогли отстоять вот хоть что-то. После того, как это указ был, да, какое-то время прошло, и появилась такая, значит, карта зонирования, теперь уже Крымского национального парка, так, где территория парка была разделена на несколько частей соответствующими статусами. То есть заповедная зона была сужена, соответственно, разбита на две территории отдельных, а между ней располагались рекреационная зона и хозяйственная, которой было отдано 20%, представляете? А вместе с рекреационной 40%, то есть почти половина заповедной территории потеряла свой заповедный статус. Там были такие планы, флот до волейбольных площадок, футбол, кемпинги, ну, естественно, все, что, как мы любим отдыхать на природе. Вот, тем более заповедник, это же понятно, что приоритет будет такой, ну, в общем, люди будут, конечно, ехать и все. И чем закончилась эта красивая история? Ученые все-таки отстояли такую разумную, все-таки было, было все-таки принято, так скажем. Не дали кому-то заработать денег, да? Да мы сохранили прежде всего природу. Вот именно, конечно. Мы не жадные зарабатывать где хотим. Ну, почему за счет природы? Вот это удивительно, понимаете? Жажда денег, это неудивительная история. Ну, видимо, люди вот работают, как бы, ну, получили образование соответствующее, а потом вот это государство, я считаю, что здесь... Марина, я считаю, что не люди виноваты, а виноваты наши вот последние трудности экономические. Наверное, все-таки, скажем, что правительство плохо работало. Ой, нет, никакие экономические трудности не могут оправдать такого отношения к природе. Это сук, на котором мы сидим. Ваши бы слова. Это ваши слова. Это мы за вами повторяем эти слова, Сергей Петрович. А вы, наверное, постоянно об этом говорите. А вы еще есть такое грандиозное вот у крымского ученого мира? Над чем-то, над какой-то проблемой еще глобальной работаете? Что вы еще хотите успеть спасти, так говоря? Ну, во-первых, так скажу, что некоторое вдохновение, ну, некоторое, так сказать, воодушевление мы получили. Потому что, пожалуй, впервые нам удалось вот как-то добиться хоть каких-то, так сказать, положительных результатов. Вы поняли, что это возможно? Ну, возможно, да. Потому что, ну, во-первых, мы действовали, вообще-то говоря, превзывали к соблюдению просто закона. Конечно. Потому что, на самом деле, в законе четко написано, что если хозяйственная зона, она создается в национальном парке только на тех территориях, где действительно до этого проводилось хозяйственное, то есть жили люди, грубо говоря. Таких национальных парков много. Вот создается огромный парк, а внутри село. Ну, что же делать? Вот это вот хозяйственная зона и остается. Вот этого мы и добились, собственно, соблюдения закона. Какие планы на дальнейшее? Ну, безусловно, в наших планах, это можно их назвать мечты практически, вот, это создание новых территорий. Ведь Крым у нас... Новых заправедных территорий. Да, безусловно. Крым у нас в отстающих, вот, несмотря на свою, как говорится, природу великолепную, мы же один из биологических центров, мировых центров биологического разнообразия. А строится где? Где коттеджи строить? Где землю продавать? Хватит, уверяю вас, хватит. Вот у нас, например, ну, вот я вам говорю, как человек, который поездил по Крыму, именно с этой целью оценки территорий с точки зрения заповедания. Вот у нас, например, природная зона такая есть, предгорья. То есть это и горы, и степь в одном, как бы... Ну, это где Симферополь находится, как раз это и есть предгорья. А, это именно так. Так это как раз центры биоразнообразия крымска. А когда-то это был, это вообще, вот, представьте, я иногда выхожу на Петровские скалы, смотрю вниз и думаю, а какая же природа была 50 лет назад. Сергей Петрович, звонок. Добрый вечер. Алло. Алло, добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте, вас звонкой беспокоит. Вопрос к вашему гостю. Я не сначала, правда, слушала вашу передачу. Вот мне на руки попалась книга профессора Йены, и там вопрос, а, заповедные ландшафты Крыма. И там вот есть такая тенденция, что ли, или у них задумка такая, планы. Вот природный национальный парк Тавриды и большая экологическая тропа Крыма. Вот скажите, этот проект будет как-то реализовываться или так и останется в планах? Спасибо большое. Спасибо. Это Александр Васильевич Йена. Создание тропы? Ее же еще нету? Нет, он написал о том, что было бы неплохо. Чтобы она была? Да, это о своих таких размышлениях писал. Это очень хороший вопрос. Да. И он как раз вот по теме, очень по теме нашего разговора в целом. Этот план создания в Крыму национального парка Таврида, автор его, отец уважаемого Андрея Васильевича. Василий Георгиевич. Василий Георгиевич Йена, да. Это был действительно такой, он обсуждался широко научным. Я скажу тогда, в то время, когда он был представлен, как говорится, для обсуждения, мнения ученых разделились, честно говоря. Почему? Да потому что часть ученых скептически отнеслась к этому. Потому что вот то, что мы сейчас видим, вот они предвидели. Что у нас только да и возможность, и начнется. Ну, а, так сказать, было это все, как бы, знаете, благие намерения, в общем-то, так сказать, как известно, как бывает, куда они высказаны. Но, тем не менее, проект хороший. Вот сейчас мы видим, что если он уже реализуется у нас, так почему бы не сделать именно в том форме, в которой предлагал Йена? А ведь он предлагал. А у нас что сделали? У нас крымский заповедник просто понизили статус в границах. В границах этого заповедника сделали посещаемую хозяйственную зону. Это что такое? Это извращение идеи национального парка Василия Йены. Это извращение. Да иначе не назовешь. Что он предлагал? Он предлагал оставить заповедник как есть, как ядра, заповедные ядра. А вот весь крымский лес сделать таким национальным парком, там, где можно было бы наладить вот эту экскурсионную работу, как, собственно, у нас и было это все до, извините, перестройки, перестрелки. То есть масса маршрутов. Люди ходили, я знаю. И всем хватило бы места. Да, конечно. Именно в том лесу. А заповедную территорию оставить заповедную? Конечно, да. А в этом крымском лесу, который у нас хозяйственная, так и не используется. Ну, охота тоже нельзя сказать, что это там сильное хозяйство, это любительская охота. Вот. Там, соответственно, оборудовать. Баннеры. То есть это агитация. Фотографии. Не в каждом лесу увидишь там синиц или каких-то редких животных. То есть как это вообще в национальном парке? Тысячи посетителей. Тысячи посетителей. Без вреда для природы. Вот что. Какой был план. Как он сейчас будет осуществляться? Ну, не знаю. Это я отвечаю уже нашей слушательнице. Почему я не знаю? Да потому что то, что мы видим, ведь мы исходим из того, что есть. А вот есть то, что я вам сказал. То есть на самом деле это история. Это что, не знали об этой идее Ены, Василия Ены? Знали. Но пошли почему-то вот по пути такому. Да, Сергей Петрович, мне кажется, что вот когда говорят о нашей безалаберности и наплевательском отношении, ну, как национальной черты, то мне кажется, тут надо смотреть на некоторые параллели. Когда-то и японцы довели свою природу до ручки. И теперь на этих островах там практически не осталось. Вот они и берегут каждое деревце, каждую птичку. У них все наперечет. А у нас страна огромная, изобильная. Хватит всего, хватит всего. А вон оно получается. Вот когда в Крыму-то, ой, даже страшно сказать, не останется ничего, или останется вот такая крошка какая-то. Вот тут и начнем. Вот тут и отдельно появится министерство, исключительно защиты природы. Дикой природы. Дикой природы. И будут дрожать на каждой травинке. Но зачем доводить до этого? Вот на умах не хватает. Согласен, Ставел Владимир Владимирович. Дело в том, что вот все пони, ну, очень хороший пример. Но начали, я бы не согласился, знаете, с чем? Да. Вот мы такие разгильдяи. Нет, 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 я говорю о мифе. О мифе. О мифе, ну тогда согласен. Да, безусловно, я так не считаю. Но считают так, вот, когда, значит, у нас много, поэтому ничего подобного. Мы не такие. Владимир Владимирович, я думаю, что вы думаете так же, как я. Я думаю, вот что. Что у нас, теперь оказывается, что мы однодумцы. Что наш национальный характер, как раз потому такое и есть, это широта души вообще называется. Потому что у нас всего много. А чего много? Вот природы много. Это шикарный. Мы не, так сказать, не японцы, которые, так сказать, вынуждены кланяться на каждый, не дай бог, повысить голос или улыбнуться слишком широко. То есть это вот наше окружение нам позволяет. Так надо все это сохранить. Вот в чем проблема. Сохранить, конечно же. Все усилены. И препятствия прежде всего. Вот это вот наша бедность, вообще-то говоря. Люди хотят зарабатывать. Ну, вынуждены практически. Не хочу оправдывать никого. Можно зарабатывать, не трогая природу. Конечно. Когда подснежники придают больше. А можно зарабатывать и трогая природу? Понимаете? А так, наверное, и проще. Вот именно, конечно. Когда я вижу, что здоровый мужик продает подснежники, и говорит, нет работы, ну, это, мягко говоря, лукавит. Тут вы совершенно правы. Да. Ну, раз вы уж вспомнили подснежники, тогда я вас поздравляю с началом весны. И наша программа подошла к концу. Огромное вам спасибо, Сергей Петрович. Может быть, вы еще скажете несколько слов нашим крымчанам, такие, знаете, заключительные у нас есть, буквально несколько секунд. Ну, я могу только призвать наших крымчан любить природу. Нет, берегите природу, мать вашу. А если... Это уже потом, это пункт номер два. А первый, это все-таки любите природу. Ну, не любите, но я посылать никого никуда не буду. Я не посылаю, я сказал, что природа мать наша. Ну, я как бы продолжаю. А иногда хочется и послать, знаете. Но иногда, если речь идет о том, что посылаю ли я на природу, или я посылаю на природу, вот наступят теплые дни, поезжайте на природу и убедитесь, что в Крыму еще очень много таких мест, где душа очарована будет нашей крымской природой. Спасибо большое. Сергей Петрович Иванов, доктор биологических наук, профессор кафедры зоологии и экологии Таврической Академии Крымского Федерального Университета. Вечерний перехват Серьезно о серьезном